Привет всем! Сегодня осуществим разбор лаков для ногтей, которые я решила попробовать этой осенью. Они не новые, но стояли долго у меня, и я перестала заниматься приканчиванием лаков и начала делать вариации на тему. Вот это осенние лаки, которые в этом году я попробовала, какие я буду оставлять в своей коллекции лаков, и от каких я буду избавляться. Это все довольно осенние цвета, как вы видите, такая палетка очень-очень осенних оттенков, и поделюсь тем, какие мне понравились, и какие мне надоели или не понравились. Давайте начнем вот с этого вот фиолетового. Это конец лета, начало осени. Я его носила еще в сентябре, в самом начале сентября, и называется он лак от China Glaze по имени Don't Mesh With Me. Я его также носила на свадьбу своей подруги. Прелестный, такой немножечко гелевообразный лак с шиммером, очень-очень мне понравился, буду оставлять. Следующий вот этот вот лак, тоже от China Glaze, вот такой вот бронзовый, называющийся Copper Tunist. Мне он понравился, но он не вызвал у меня ощущение того, что он такой уникальный, интересный, и я бы хотела к нему привязаться и носить, носить и носить постоянно. Поэтому вот этот вот я передам маме, он у меня из коллекции выбывает. Следующий лак тоже от China Glaze. Я много от China Glaze попробовала. Вот этот вот товарищ. Немного текстуры. Интересный сам по себе лак. В нем такие маленькие-маленькие переливающиеся блестки. Называется он Glow Worthy. Красивый лак, интересный. Опять-таки бронза. Бронзовые лаки мне в принципе нравятся. Но он также не вызвал у меня такого ощущения того, что я хочу его носить снова, когда я смотрю на все другие лаки. На этом колесике для ногтей у меня они вызывают больше эмоций и больше чувства, что они меня привлекают больше, чем этот. Так что Glow Worthy тоже отходит к моей мамочке. Следующий лак один из моих самых любимых в этом сезоне. Вот этот вот оранжевый. Называется он Autumn от Picture Polish. Как я поняла, Picture Polish это теперь одна из моих любимых компаний по производству лаков. У них замечательные-замечательные цветовые сочетания, цветовые палетки. У них хорошая текстура. У них... В общем, ложится и носится он на моих ногтях очень-очень хорошо. Есть такие маленькие осколочки переливающегося глиттера, но они настолько малюсенькие, что их даже снимать не тяжело. Скорее всего, этот лак для ногтей я вообще прикончу в ноль. Я так подозреваю, он мне настолько понравился. Он гелевый по текстуре, но с достаточным количеством покрытия, что в два слоя он совершенно покрывает ногтевую пластину. Следующий товарищ, это вот этот вот, кстати, очень подходит к сегодняшнему моему свитерку. Прелестный... Прелестный баклажановый цвет. На самом деле мне понравился. Это вот эта вот малютка от Зоя, называющаяся Тони. На моем цвете и Тони кожа выглядит хорошо, в два слоя прекрасно ложится и неплохо носится. Лаки от Зоя мне нравятся, но у них бывают очень скучные такие цветовые выборы, цветовые сочетания. Коллекции Зоя меня редко вдохновляют, этот конкретный цвет мне понравился очень. Надо бы покрасить ногти им, поскольку он идеально просто подходит к моему свитеру. Следующий товарищ, это вот этот вот коричневый лак. Как вы видите, несколько бронзовых лаков я отмела и буду передавать. А вот этот у меня останется в коллекции. Называется Bronze Ambition, тоже от China Glaze. Как вы видите, он выглядит более светлым, чем он является, когда его наносишь на ноготь. Мне нравится это шоколадное счастье. В нем есть очень-очень мелкий золотистый шиммер, но на самом деле он не настолько заметен, насколько он заметен во флаконе. Поэтому, если вас смущает шиммер, то он практически не проглядывает сквозь пигмент. Мне понравился цвет, мне понравилась эта шоколадность этого самого цвета. В общем, лак прошел на ура, буду его при себе держать. Следующий цвет, еще один замечательный лак, который у меня точно останется в моей коллекции. И он зеленый, это прелестный, темный, зеленый, с золотистым отливом и голографическими, мельчайшими блестками. Называется он Olive or Twist от K.B. Shimmer. Тоже очень хороший бренд, который приковал мое внимание к себе именно за последние, может быть, два года. Я мало теперь покупаю от мейнстримовых брендов, в Индии, в пространстве лаковом гораздо больше всего интересного. Замечательный цвет и, на мой взгляд, очень-очень осенний. Я думаю, еще и на Рождество его тоже можно подвытянуть и подиспользовать. Следующий цвет, опять-таки, большой хит. Вот этот вот золотисто-бежевый от Girly Bits. Еще один инди-бренд, у которого я в настоящий момент покупаю лаки. Я перестала покупать практически от люксовых брендов. Они только расстраивали меня за последние несколько лет. Перешла на инди, и я в восторге. Очень много всего интересного, инновационные формулы, интересные комбинации и сочетания, интересные текстуры. Люкс даже в подметке многим инди-брендам не годится. Вот этот вот золотистый цвет, во-первых, осенний, во-вторых, можно еще опять-таки на Рождество носить, может быть, даже вместе с этим зеленым. Неплохая цветовая комбинация. Это бренд другой, называется Girly Bits, и называется цвет Blazing Yule Before Us. Это маленькие флейки-частицы, золотисто-бежевые, с оранжевым отливом. Ну, просто нет слов, очень-очень понравился, и, конечно же, буду я его носить. Я его несколько раз носила, у меня уже даже немного зазора есть в нем, настолько он мне понравился. Вот этот лак я носила в прошлом году, и он мне достаточно понравился. Сейчас вот не знаю. Вот этот, он называется Artisan Stamping Polish, то есть он для того, чтобы делать вот эти вот стемпы. Сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Не совсем уверена, как по-русски это называется. Когда вы используете стенсел, на него наносите лак, подбираете дизайн, который вы сделали, и просто штампируете на ноготь. Вот такой или какой-нибудь похожей штукой. Этот лак для того. Поскольку я его не носила как именно для штампования лак, а я его носила как обыкновенный лак, он мне не очень понравился. Мне нужно попробовать его как штампующий лак. Это, по-моему, единственный штампующий лак в моей коллекции. Я их просто не держу, поскольку я этим обычно не занимаюсь. Но скорее нужно попробовать. Если не понравится, то я его передам, опять-таки, маме. Прекрасный цвет, но к моему тону кожи он не очень подошел. Тем более, не очень хорошо носился. Называется он Saffron, и он как раз-таки для стемпинга. Поэтому, возможно, очень возможно, что проблема скорее в том, что я его использую не по назначению. Попробую использовать по назначению, и потом решу, нужен он мне или нет. Следующий лак еще один такой. Не скажу баклажановый, а скорее, наверное, сливовый. От него я избавлюсь. Он не очень интересен. Он менее интересен, на мой взгляд, нежели вот этот вот баклажановый. Более темный, с сиреневым подтоном. Здесь средний такой тон, не светлый и не темный. Нейтральный лак. Красивый, конечно же. И я думаю, многим бы подошел. Цвет называется Обри от Зоя. Но для меня он не звал он мое сердечко. Не трепетало оно, когда я на него смотрю. Приличный лак. Хорош. Никаких каких-то особых претензий нет. Он просто скучноватый по сравнению с тем, что у меня здесь лежит. Это тоже передам маме. Ей, скорее всего, именно вот такие более нейтральные, спокойные. Это она подойдут лучше, потому что она глиттер особенно не носит, а я только вот о нем в настоящий момент и мечтаю на ногтях у себя иметь глиттер. Вот, что мне нравится. Как изменился мой вкус за последний год. Следующий цвет тоже отличнейший и обязательно мною будет носиться и носиться будет часто. В прошлом году он у меня был куплен. Я его несколько раз поносила и за прошлый год, и за этот год. Также лак от Girly Bits называется Butternut Leave Me. Игра слов Better Not Leave Me. Не уходи от меня. Здесь Butternut Leave Me. Очень хороший осенний цвет. И, как ни странно, мне этот мастерд, именно этот горчичный цвет, очень подошел. У меня в настоящий момент он, кстати, бы подошел и к противоположному цвету на цветовом колесе, допустим, с сиреневым или фиолетовым его отлично носить. Прекрасный контраст получается. Понравился. Очень понравился. И буду обязательно его носить дальше. Следующий лак, опять-таки, прекрасная находка. Вот такой вот грязно-зеленый, оливковый даже, я бы сказала. Темно-оливковый. От Cirque Colors. И называется он Walk on the Wild Side. Просто вот замечательная штуковина. Обязательно буду носить чаще. Мне кажется, и в конце зимы, и в начале весны его тоже можно будет вытянуть и поносить. Еще один интересный цвет от ILNP, I Love Nail Polish, называется Cabin Fever. I Love Nail Polish чуточку дороже, чем Cirque или, допустим, KB Shimmer. Но тоже, по-моему, очень приличный прайс-поинт у него. Здесь у нас еще одна бронза, но с большим-большим количеством вот этого вот голографического шиммера. Мелкого-мелкого глиттера. Прекрасно носился цвет. Мне понравился. Не так понравился, как все остальные, о которых я говорила. Но достаточно для того, чтобы его попридержать у себя и продолжать носить. Следующий цвет вообще убийственный. Мне также показался весьма интересным и оригинальным. Этот цвет, вот он, Cirque Colors, называется Citrine. Citrine у них целая линейка вот этих вот gemstones, то есть полудрагоценных камней. И Citrine мне показался очень-очень интересным. Желтый, счастливый, как желтые счастливые цветы. Опять-таки с этим самым мелким-мелким голографическим глиттером, шиммером. Ну, что-то вроде между шиммером и глиттером. Это не совсем шиммер, не совсем глиттер. Очень-очень понравился. Прекрасно выглядит на ногте. И не слишком цвет комплиментирует мой тон кожи, но все-таки оставлю, конечно же. Он очень интересный и оригинальный. И последний цвет, который я оставляю у себя, это вот этот вот оранжевый. Оранжевый цвет, просто хэллоуиновский, очень яркий. Вот он. И этот, кстати, бюджетный. Sinful Shine, от Sinful Colors, называется, это with gel tag, то есть гелевый, называется Breaking Bland. Опять-таки игра слов, они очень любят почему-то играть на словах. Breaking Bland имеется в виду, скорее всего, Breaking Bad, телевизионное шоу о учителе, который стал производить амфетамины, метамфетамины. Замечательный цвет, на мой взгляд, очень хэллоуиновский, очень такой ярко-весенний для ранней цветастой осени, цветной, когда все деревни меняются, меняют цвет листвы. Прекрасный цвет, отличный и продолжает жить у меня в коллекции. Следующий, опять-таки, такой вот темно-сиреневый, может быть, серый, был у меня в проекте приканчивания лаков, я его не закончила и заканчивать не собираюсь. Это Yves Saint Run Asphalt Grey, и, кажется, я сюда добавила несколько капель красного, потому что серый плохо смотрелся на моем тоню кожи, поэтому вот этот вот гибрид, который я сама сконструировала из этого YSL, тоже передаю маме. Какой красный я добавила, вот этот вот, несколько капель буквально, очень-очень изменили цвет, я его могла носить, но он не вызывает у меня, опять-таки, какой-то особенной любви. Вот этот цвет красный, яркий, вот, он я передаю тоже своей мамочке, называется он Суки. Кажется, я уже хотела его отдать, но потом выловила его из коробки, которую я складываю для мамы, и теперь обратно в ту же коробку, то есть в другую уже коробку, которую буду передавать ей, его положу. Яркий красный, хороший цвет, но у меня очень много красных цветов, и такой ярко-красный в основном не мой любимый, не тот выбор, с которым хотелось бы мне жить дальше. Дальше вот этот вот золотисто-бежевый, это был явный промах, моя ошибка. Я должна перестать покупать лаки от Dior, они симпатичные, но когда я беру всю коллекцию, обычно они не очень мне нравятся. Часто бывает, что они мне не очень нравятся. Вот этот я тоже отдам маме, это Diorific 220 Promess. Красивый золотистый шиммер, полупрозрачный, я его не буду носить, может быть, мама будет носить. Следующий розовый, из той же линейки, кажется, прошлогоднего Рождества, что ли. Diorific 360 Lively, розовая балерина, такие цвета я ношу редко. Он слишком розовый для меня, чтобы быть нейтральным базовым цветом. Я думаю, на весну хороший цвет, но не для меня. Он не вызвал у меня какой-то позитивной такой очень уж реакции, поэтому передам его маме. И последний, также нейтральный цвет от Zoya, вот он. Называется Zoya Pandora. Прекрасный цвет с таким немножечко люмисцентным переливом, отливом, но на ногте этого не видно, просто хороший нейтральный нюб. Передам маме, меня не заинтересовало совершенно. Так вот, из всех этих цветов, которые я попробовала, примерно чуть меньше половины у меня уходит из коллекции. Я буду продолжать именно таким образом носить свои лаки и разделять их на те, которые я хочу носить дальше. И те, которые меня менее интересуют, их я буду раздавать, передавать и передаривать. Так что ждите продолжения, и через несколько месяцев я вам покажу результат всего этого. Это все на сегодня. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пишите мне внизу, какие лаки у вас не выдержали проверки временем, а какие выдержали. Удачи! Пока!